Привет всем, кто зашёл на мой канал! Решила снять отдельный ролик, как же можно запастись на зиму сушёными травами или зеленью, если у вас нет сушилки. И всё, что видите на этом столе, я высушила, не прибегая к помощи сушилки. Сушила я это всё на балконе, также это можно высушить и в комнате, на столе, где-то разложить. Главное, чтобы был сквознячок, немножечко проветривалось помещение. Очень и очень хорошо всё сушится, поверьте мне на слово. Зелень на зиму я и сушу, и замораживаю. Почему я об этом говорю? Потому что если я снимаю ролик про то, как я сушу зелень, мне обязательно кто-нибудь напишет. А почему вы не замораживаете? Если я снимаю, как я замораживаю, мне обязательно кто-нибудь напишет, а почему вы не сушите? Опять же, какие-то полезные советы. И каждый раз комментарии объяснять или делать ссылки на те ролики, которые у меня есть и на ту тему, и на другую. На заморозку и на сушку. Поэтому я решила в этот раз ещё раз на это обратить внимание. Посмотрите, это небольшие запасы, которые я уже сделала себе. Это довольно-таки крупные были у меня веточки, петрушки и укропа. Я их порезала, и я их решила посушить. И разложила на балконе. У меня тенёк там специально я повесила, простынь. И в то же время сквознячок. Очень и очень быстро они у меня сохли. Но так как получается, видите, довольно-таки крупно, я их слегка перемалываю в кофемолке. Вот до такого состояния. Сильно я не измельчаю в порошок. Та часть укропа, которая молоденькая, сама зелень, вот эта вот без палочек, естественно, её можно помять вот так вот между пальцами, а вот такой уже не получится. Так что в любом случае, эту вот часть я буду перемалывать в кофемолке. Очень отличная приправа получается, она такая душистая. Так, хочу показать вам лесную землянику, которую я высушила также на балконе. Посмотрите, какая она уже полностью высохшая, жёсткая. Самое интересное, что эта земляника была абсолютно зелёная. Кстати, ягодки зелёные, а уже опадают. Им пора уже было краснеть, а из-за дождей они вот налились такие крупные, и они там сами по себе опадают. Так что мы нарвали с ягодками. Нарвали с ягодками, попробуем посушить. В процессе сушки она не только высушилась, но и созрела. Ну, сначала краснела, потом высыхала. Я, между прочим, об этом как-то никогда и не задумывалась, что земляника может дозревать. Тоже без сушилки прекрасно у меня высушилась эта земляничка. Её можно забаривать любым чаем, чередовать с любым составом. Сейчас я вам покажу, что я для чая насушила. У меня есть ролик, где я рассказываю, как мы ходили в лес и набрали иван-чай, листочки иван-чая. Иван-чая мы собрали. У меня даже есть немного малины. У моей второй бабушки тоже много иван-чая. И посмотрите, у меня сколько его получилось. Эта банка полтора литра ёмкостью. Уже я немножечко его использовала. И тоже я его высушила на балконе. Вот такие листочки. Видите? Хочу ещё попробовать сделать ферментированный чай. Если мы как-то выберемся в лес, я его наберу. Опять же, иван-чай, листочки. Тогда же мы набрали в лесу листья малины и земляники. Вот, кстати, листья земляники я и собирала вместе с зелёными ягодками. И вот такая получается у меня смесь. Но здесь я, по-моему, добавила ещё немного смородины. Смородина у меня своя с дачи. Это липовый цвет. Как он быстро высох у меня на балконе, я даже не заметила. Не успела я его разложить, и он уже подсох. Но, получается, у меня цветочки вот с такими листочками. Я их не стала обрывать. Кстати, хочу сказать. Любую зелень, даже с огорода, тем более с леса, я всегда промываю. Сначала раскладываю на тряпочку на кухне, на столе, чтобы у меня личная влага ушла. Немножечко так перемешиваю, потихонечку обвяливаю. А потом уже я досушиваю там на балконе, или по-новому я стелю что-то вниз на том же столе, и у меня там уже сохнет. По правилам, вот как бы и не надо, но я делаю так и не знаю. Во всяком случае, зато я спокойна, что она у меня чистая. Смотрите, какая красота. Представьте, зимой заварить от простуды. Да и просто, мне кажется, можно в чай добавлять. Прелесть, да? Посмотрите. Это укроп, который я вчера также промыла. Разобрала на отдельные части. Я имею в виду вот эту часть, которая самая нежная. И вот такие палочки. Буквально за ночь всё подвяло. Правда, укроп я немножечко передержала. Вовремя я его не срезала, очередную партию. Немножечко он у меня местами желтоватый. Но ничего, зимой всё уйдёт. Эту партию укропа я решила тоже посушить. И досушу его на балконе. Вот эту часть я перетру, может быть, руками. Как-то помну, посмотрю. В кофемолке я их не буду перемалывать. Вот эту часть можно покрошить помельче. Можно в таком виде высушить. Когда это всё высохнет, я буду перемалывать эти вот палочки опять, веточки в кофемолке. Сохнет очень быстро. Если у вас нет сушилки, всё спокойно можно пересушить. Я имею в виду ту же самую зелень и весь в неё. На балконе у меня сушится душица. Это моя садовая. Я её выращиваю сама. Веточки я не стала в пучки связывать, а так вот разложила. Она тоже очень-очень быстро сохнет. А в том углу, я вот поближе вам показываю, у меня там сушится мята и мелиса. Здесь мисо такое у меня хорошее. Я здесь перетеняю. И в то же время сквознячок идёт с окошка. В принципе, можно вот так вот взвинуть. Она уже, видите? Сейчас я подготовлю. Постелю сюда бумажки. И у меня здесь будет сушиться укропчик. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. Иван-чай, липовый цвет, листья малины и смородины. Добавлю немножечко лесной земляники для аромата. И будет прекрасный чаёк у меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова